Разработчики анонсировали первый баннер версии 3.0. Давай посмотрим, что в нем внутри находится. Ба-дам-ба-дам-ба-дам. Опа! Больший всем тюлени привет! С вами на связи Аркадий и Толкенвейд. Сегодня с утра разработчики наконец-то анонсировали, кто же у нас будет в первом баннере, который выходит с обновлением 3.0. Итак, давай сразу же. Из пятизвездочных персонажей там будет наш замечательный Дедус, а также Тигнари. Замечательные ребятки, особенно Дед, который со своим щитом просто нон-стопом вытворяет всякую грязь. И поэтому, если ты захочешь повыбивать этих двух ребяток, то у нас будет проходить в день выхода стрим в 21.00, на котором будем крутить. Приходи, будет очень весело. Если хочешь покрутить со мной отдельно, 150 плюс крутящий у тебя есть, пиши мне в личку. Давай с тобой посмотрим, что же у нас по четырехзвездочным персонажам будет нас всех ожидать. Ну, само собой, будет там Калея. Это четырехзвездочная девочка, которую мы получим бесплатно в первом событии. Замечательная девочка, про нее посмотрим сегодня попозже. Также там будет такая замечательная леди-миледи, как Фишель. Фишель хорошая четырехзвездочная девочка, особенно на C6. Она очень много урона дает за счет своего Оза. Плюс к тому же, неплохо настакивает энергию. А, и плюс к тому же, как вы знаете, неплохо сейчас будет работать с Дендра за счет новой реакции. И поэтому неплохо будет даже смотреться с тем же самым Тигнери, потому что будет дублировать его быстрые автоатаки. И также нам туда докидывают Диону. Это четырехзвездочный Хила-саппорт, который, как бы, казалось бы, никаким образом не работает с Дендра, но она на шестой консте дает достаточно мощный баф в виде дополнительного мастерства. 200 штук. И именно вот, скорее всего, из-за этого ее сюда и положили, потому что, ну, в принципе, дополнительное мастерство, щит от Хил. Что нам еще для полного счастья нужно. Поэтому, да, очень вкусно сидит и работает вместе с тем же самым Тигнери. Из пушек. Что нам кладут по пушкам? Пушки, конечно, две сигнатурки. Копье деда и охотничья тропа. Это новая сигна по Тигнери. Спорная немножечко пушка с большими критами. С интересной пассивкой, которая работает на заряженные атаки. Тут даже пророчат эту пушку как новую альтернативу для Гань Юй. Но давайте все-таки подождем немножечко, как ее потестят. Покоритель Вихри это вообще достаточно мемная пушка, которую не особо кому хочется забирать. По четырехзвездочным пушкам. Что у нас там лежит? Беструнник. Замечательная пушка, которая позволяет вам вытворять грязь при помощи той же самой Фишли. Хорошая пушка. Обязательно ее выбивать, если ее нет. Три пушки Фавония. Это одноручный меч. Это копье. И также книжка Фавония. Копье и меч это одни из самых используемых пушек. Именно в виде Фавония, которые можно вообще найти. Поэтому если у вас их нет, то сейчас самое время пополнить запас новых Фавоний. В копье Фавония так это вообще масхемная пушка. Ну, одноручный Фавоний менее, конечно, популярен. Но все-таки имеет право на жизнь, на существование. Катализаторы Фавонийские, кодески. И это, конечно, мемная тоже вещь. Никто ее не использует. Ну и последняя пушка, которая у нас будет ожидать. Это меч Колокол. Тоже, который в принципе достаточно бесполезный. И просто будет занимать свой слот. И никому особо сильно вредить не будет. Ну что ж. Баннеры смотрятся достаточно интересно. В качестве целиковых, опять-таки. Дед это просто масхевный парень. Ну а Тигнари со своими новыми девочками в баннере. Так это вообще просто вкусно. Кого будешь крутить ты? Это, конечно, большой вопрос. Напиши обязательно в комментариях. Будешь ли ты убивать деда. Или же остановишься на Тигнари. Или же будешь скипать и ждать козу с Кокоми. И, кстати, если вдруг тебе нужны примогемы для того, чтобы покрутить этих замечательных ребят, то по ссылочке в описании есть магазин с моими примогемами. Более трех тысяч отзывов. Все хорошо, все красиво. Можно как подарком друзьям тоже оформлять. А на сегодня это все. Большое спасибо тебе за просмотр. И до встречи в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok